Фаригн Поличи, США, Лукашенко по частям распродает Белоруссию России. Эмми Макеннон, Фаригн Поличи, США. 13 мая 2019 года. На прошлой неделе после длившейся несколько месяцев напряженности российский президент Владимир Путин отозвал своего посла из Белоруссии. Бывший офицер КГБ Михаил Бабич сделал целый ряд скандальных заявлений, вызвав гнев у белорусского президента Александра Лукашенко. Белорусское министерство иностранных дел, МИД, обвинило дипломата в том, что он относится в Белоруссии не как к независимому государству, а как к одной из российских областей. Бабича назначили в прошлом году, и многие увидели в этом зловещий знак для Белоруссии, посчитав дипломата путинским смотрящим. В 2024 году закончится президентский срок Путина, и многие заговорили о том, что соседняя Белоруссия может сыграть важнейшую роль в его дальнейших планах. Начиная с декабря прошлого года, российское руководство внезапно стало проявлять интерес к полузабытому договору, подписанному двумя странами в 1999 году. Этот договор предусматривает создание союзного государства с одним общим руководителем. Данное соглашение может дать Путину возможность остаться у штурвала тандемного государства, не нарушая положение российской конституции. Корреспондент Фарин Полиси побеседовал с Андреем Санюковым, который является председателем гражданской компании «Европейская Беларусь». На выборах 2010 года он состязался с Лукашенко, а потом провел 16 месяцев в тюрьме по обвинениям, которые многие считают политически мотивированными. Сегодня он живет в эмиграции в Варшаве. Фарин Полиси, считаете ли вы, что Лукашенко согласится на вступление в союзное государство, если это приведет к утрате им абсолютной власти? Андрей Санников, он может согласиться, это его творение. Если бы не Лукашенко, таких отношений с Россией не было бы, как не было бы соглашения на бумаге. Вы, наверное, помните, почему было подписано это соглашение? Потому что в то время Лукашенко сам строил планы стать президентом союзного государства. Своё правление Лукашенко началось уничтожение белорусского национального самосознания, и он продолжает это делать. Отняв у Беларуси язык, культуру и историю, он по частям распродает её России. В какой-то момент он может сделать вывод, что иного выхода у него нет. Тогда он попытается договориться с Путиным. Но он никогда не будет бороться за независимость Белоруссии. Она для него не существует. Его режим, это да. Его личная власть, да, но не страна. Как вы думаете, что нужно Западу делать с Белоруссией и с Лукашенко? Запад должен понять, насколько важна Белоруссия для безопасности. Не для прав человека, не для демократии, а для безопасности. Для элементарной безопасности. Западу надо просто признать, что многое в регионе поставлено на карту. Нельзя использовать Лукашенко как меньшее зло против Путина, потому что зло есть зло. А чтобы справиться со злом, надо придерживаться своих принципов, придерживаться своих ценностей и помогать Украине, потому что без Белоруссии Украина всегда будет уязвима. Как вы считаете, Лукашенко нервничает? Да. Потому что из Белорусского министерства иностранных дел прозвучала беспрецедентная критика в адрес Бабича. Это было сделано с согласия Лукашенко, и даже по его указанию. Но Бабича отозвали. Может быть, Путин не хочет, чтобы эта напряженность проявлялась открыто. Не думаю, что это изменит путинские планы, потому что у него определенно есть некие планы в отношении Белоруссии. Вы считаете, что они не хотят открытого проявления напряженности, потому что до 2024 года еще далеко, и к этому времени они смогут придумать лучший способ для решения вопроса о преемнике Путина. Может быть. Потому что теперь у него в Белоруссии есть несколько вариантов на выбор, и это далеко не теоретические варианты. Все они опробованы на деле, начиная с Грузии. С аннексии грузинских земель. Потом была Украина, был Крым. Украинцы очень сильно обеспокоены тем, что Россия готовит очередное наступление. Как оценивали Бабича в прошлом году, когда он был назначен послом. Насколько я понимаю, его считали одним из путинских смотрящих. Да, определенно. От него многие отказывались. Мне кажется, что он начинал свою карьеру с Ахматом Кадыровым. На самом деле Михаил Бабич возглавлял правительство Чеченской республики в составе РФ в 2002-2003 годах. И в СМИ тогда много писали о его разногласиях с тогдашним президентом Чеченской республики Ахматом Кадыровым по кадровым вопросам, примечания редакторов. Кадыров был им недоволен и попросил Путина заменить его. Я думаю, Путин хотел сделать его послом на Украине, однако украинцы от него отказались. И тогда Бабич поехал в Белоруссию. Я думаю, что совпадение нескольких важных событий не случайно. Отзыв Бабича, арест высокопоставленных должностных лиц. В конце апреля был арестован бывший руководитель службы безопасности Лукашенко, загрязнение трубопровода, по которому в Польшу, на Украину и в Европу экспортировалась нефть. Что-то назревает. Думаю, нам следует пристально следить за происходящим. Дмитрий Мизенцев, новый российский посол в Белоруссии, специалист по информационным технологиям. Когда мы слышим, что кто-то в России является специалистом по информации, мы знаем, что это специалист до дезинформации и пропаганды. Поэтому мне кажется, что эти два посла являются элементами одного плана. Как в Белоруссии работает российская дезинформация? Российские СМИ доминируют в информационном пространстве Белоруссии. Поскольку пропаганда и телевидение Лукашенко уступает по качеству, люди предпочитают смотреть российское телевидение. Поэтому более 60% белорусов поддержали аннексию Крыма. Так что Россия в Белоруссии легко и просто. На распространение дезинформации тратятся миллиарды долларов, и Белоруссия больше всех уязвима для российской дезинформации. Опасность заключается в том, что Лукашенко ненавидит, а Путина поддерживают. Запад там незаметен, поэтому выбора у белорусов нет. У оппозиции нет доступа к значимым и эффективным средствам массовой информации. Как на Лукашенко смотрят в Белоруссии? В Белоруссии его ненавидят. Путин в Белоруссии более популярен, чем Лукашенко. А это опасно, так как если там решат провести некий референдум и сравнить двух правителей, двух диктаторов, то Путин победит. Лукашенко ненавидит, так как всем ясно, что в Белоруссии лукашенковская система. В России все немного сложнее. В России, как мне кажется, еще есть люди, одобряющие создаваемую Путиным систему. Но в Белоруссии все иначе. Там страх со смехом. Люди смеются над Лукашенко, но иногда боятся, что ему станет известно про их отношения к нему. Наступит ли такое время, когда вы сможете баллотироваться в президенты? Если у нас будут выборы. Вы имеете в виду честные выборы? Да, и именно в этом нам должен помочь Запад, добиться проведения свободных и честных выборов. Повсюду в регионе происходят перемены, и это благодаря тому, что институт выборов был сохранен. Армения, Украина. В России и Белоруссии выборы уничтожены. Идеальная стратегия для Запада состоит в том, чтобы помочь нам в организации свободных и честных выборов. Вы получаете какую-нибудь поддержку от западных институтов за вашу работу? Нет, от нее отказались по двум основным причинам. Прежде всего, случилась Украина, и все внимание вместе с ресурсами Запад переключил на нее. Это логично, но не очень всеобъемлюще, потому что надо решать проблемы всего региона, а не просто реагировать на происходящее. Во-вторых, Европа изменила свое отношение после отмены санкций против Белоруссии и Лукашенко. Игнорируя нарушения прав человека, она предпочитает работать с Лукашенко, с некоторыми фальшивыми правительственно-неправительственными организациями и с поддельными политиками. Я веду речь не о себе. Я говорю о тех элементах, о которых уже рассказывал. О политической оппозиции, о независимой прессе, о независимых профсоюзах, о защитниках прав человека и о гражданском обществе. Они не получают помощи. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.